Девушки отдыхают С 29 января этот скорострельный револьвер, самый скорострельный револьвер, пополнил арсенал стражей. Кто-то смахнет с него пыль, а для кого-то он совсем новый. Давайте разберемся как его получить. Меня кстати зовут Джон Лейни, добро пожаловать в новое видео на канал Трипл Вайп. В преддверии этого квеста я уже выпускал видео о том, чем примечательна эта пушка. Там я показал каким он был в первой части, так что если еще не смотрел, обязательно зацени, я старался. В этом ролике я расскажу о прохождении всех этапов квеста на изготовку, наградой за который и станет последнее слово. Так что классический видос на канале, гайд по квесту. Кому там старых форматов не хватало? Итак, первым делом получаем квест у скитальца. Он дает нам артефакт, который нужно очистить. А как чистятся, заряжаются или добываются артефакты в играх? Правильно, гриндом. Старый добрый гринд из трех параметров. Убивать противников расы Улья с помощью солнечной энергии. Это и оружие с огненным элементалем, и все суперспособности и навыки нашего персонажа в солнечном подклассе. Собирать таблички с убитых солдат Улья и убивать трех боссов Улья. Все три этих этапа удобно выполнять на Марсе, запустив эскалационный протокол. Море упырей из Улья, боссы, засчитывающиеся в прогресс. И не забывайте выбрать солнечный подкласс. 30 минут и этап пройден. Возвращайтесь к нашему другу в шубе и после встречи заряжайте артефакт. Гриндом? Нет, на этот раз нет. На этот раз убийством врагов в горнила. Этот этап не должен вас ни удивить, ни смутить. Во-первых, такой этап был и в квесте на этот револьвер в первой части. А во-вторых, последнее слово, это исключительно ПВП оружие. В ПВЕ им пользоваться, это расписаться в собственном безумии, так что было бы странно, если бы все этапы квеста были только ПВЕшными. Что именно нужно в горниле делать? Убивать стражей и не умирать. Да, вот так просто. Еще проще, играть с хорошим КД. Дело в том, что на данном этапе квеста у вас будет отображаться процентная шкала. Шкала эта будет заполняться от убийств и убавляться от ваших смертей, так что играйте по сейвове. После отправляйтесь на Титан и проходите специальное поручение, вернее, затерянный сектор. Он чуть сложнее обычного, все что нужно сделать, убивать ведьм, тем самым снимать щит с мини-босса и зачищать сектор. После этого летим на короткую свиданку со скитальцем, а затем еще один гринд этап. На этот раз нам нужно собрать следующие материалы, чтобы провести ритуал. Кристаллы с разыскиваемых преступников, затерянных секторов. Мы делали это все в том же секторе на Титане, тем более можно там заходить и убивать Огра, перезаходить и так далее, очень быстро. Параллельно с этим убивайте всех бойцов Улья, что тут встретятся в голову. Из них будут выпадать черви. Собирайте их и заполняйте этим ресурсом вторую шкалу прогресса. Пока фармите этот сектор, проверяйте платформу на Титане. На ней вас интересует публичное мероприятие Ритуал Улья, тот что внутри здания. Выполняйте его героическую версию три раза и заполняйте третью полоску прогресса в данном этапе квеста. Для четвертого задания этого этапа возвращайтесь в Гарнила и зарабатывайте медали Око за Око и Подавать Холодным. Эти медали даются, когда вы убиваете противника, который только что убил кого-то из вашей команды, либо если вы убиваете противника, убившего до этого вас. Последнее слово оружие мести, помните лор? Этап проще пройти в команде, либо просто играя со своими напарниками рядом. В пылу тимшота кого-то точно пристрелят, а тут как раз вы накажете обидчика. Всего нужно заработать 25 медалей. После летите к скитальцу, докладывайте о своих успехах, ну и отправляйтесь на последний этап, специальную миссию на спутанных берегах, на изготовку. Там нам предстоит найти оружейника Улья, Энкаара и сразить его. Миссия вполне стандартная, за исключением последнего этапа. Это не обычный унылый боссфайт, а настоящая ковбойская дуэль. И это просто нереально круто и интересно, особенно если пытаешься пройти ее без гайда. Но раз уж ты здесь, объясняю ключевой момент, который на самом деле лежит на поверхности. Дуэль состоит из трех этапов. Сначала стреляемся один на один, потом один на два, а потом совсем нечестно один на три. Испытание на ловкость рук, скорость и ваш скилл в прицеливании. В общем, самая быстрая рука на Диком Западе, настало твое время. Сначала вы встаете в специальный круг. Кузнец кастует револьвер для вас, а затем вы ждете его хода. Как только мастер-оружейник дернется, чтобы выстрелить в вас, вам нужно его опередить и выстрелить в него. Он весь в щите, поэтому стрелять нужно в его пушку. Она подсвечена белым. Одолели одного, теперь чистим локу и стреляемся с двумя, а потом с тремя. Тут уже сложнее отгадать, кто выстрелит первым, правда? Но все же можно. Первым стреляет тот, кто первым появился. То есть вот как на видео с третьим этапом. Левый, правый, центр. С такой последовательностью появились стрелки и с такой последовательностью они сейчас будут стрелять. Так что просто будьте готовыми и цельтесь заранее. После вашего последнего выстрела вы получите свое последнее слово. Слетайте к скитальцу, он поговорит с вами и предупредит о кое-каких рисках, которые связаны с обладанием этим оружием. И квест на этом будет окончен. Поздравляю с получением этого крутого револьвера Страж. Я непременно еще выложу видео о нем на канале, в котором поделюсь впечатлениями от использования и дам пару советов. Чтобы видео вышло как можно раньше, не забудь лайк поставить и подписаться на канал. А на сегодня пока все. Спасибо за просмотр Страж. Счастливо!